Святые, благоверные Петр и Феврония Мурумские жили в XIII веке и умерли в один день. История их любви, верности и благочестия – пример для всех нас. Множество храмов освящены в их честь. В одном из самых молодых из них, в селе Калиновка, праздничную литургию в День памяти святых возглавил епископ Барышский Инзинский Филарет. Церковь преподобных князя Петра и княгини Февронии в селе Калиновка построили в сентябре прошлого года. До этого тут никогда не было храма. Благодаря новейшим строительным технологиям Дом Божий возвели в рекордно короткие сроки – всего три месяца. Храму еще не исполнилось и года, а он уже стал виновником исторического события для Калиновки – первого за всю историю архиерейского служения на этой земле. Ой, это вообще впервые. Для нас такая благодать, такая радость для нашего прихода. Очень радостно мы, очень рады все. Приехали паломники из Сызрани, приехали паломники из Ореховки, из Софина. В общем, все приехали. История любви князя Петра и княгини Февронии показательна для всех православных. Он князь, она простолюдинка. Но ради любви Петр был готов пожертвовать троном и разделить с ней все горести и печали. Всю свою жизнь они пеклись о своем народе, чем заслужили огромную любовь и уважение. Уже в глубокой старости Петр и Феврония ушли в монастырь и приняли иноческий постриг. Молили Господа, чтобы он забрал их в Царствие Небесное в один день. Так и произошло. А спустя 300 лет после их успения церковь перечислила благоверную счету к лику святых и в день их памяти к покровителям семьи любви и верности. Сугубая молитва. Света Божьей, Петр и Феврония, Победа Бога у нас. Большинство из тех, кто пришел в этот день на богослужение, исповедались и причастились. Преосвященный Филарет окропил прихожан и паломников святой водой. После чего обратился к собравшимся с архипастерским совом. В семье, когда человек создает ее, в первую очередь муж и жена, они как два карма. Друг друга обтирают, стирают себя и все острые углы, чтобы друг другу угодить. Семейная ценность, ценность семьи, понимание именно его христианского смысла, для молодых это было бы, так скажем, воцарилось бы законно. Зато и будем Богом молить, чтобы Господь не спасал и молодость всех с праздником. По окончании богослужения всех пригласили в Дом культуры, где силами местных коллективов состоялся концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. В свою очередь жители соседней Ореховки пообещали владыке Филарету, что их деревня скоро станет селом и в нем появится большой каменный храм. Дмитрий Голин, видеостудия Барышевской епархии, специально для телеканала «Союз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова